Лёд тронулся. В зону паводка в республике могут попасть 55 населённых пунктов. Все они находятся на территории 16 муниципальных районов республики. Если половодье окажется чрезмерно обильным, вода может затопить 100 метров автодороги. Физкультурно-спортивный комплекс близ села Шахазана Канажского района, конно-спортивную школу в селе Порецкое. Чтобы избежать такого развития событий в республике проводятся противопаводковые мероприятия. Установка защитных дамб и берегу крепительных сооружений. Испытания электрооборудования и индивидуальных средств защиты. Противопаводковая кампания в самом разгаре. Создана противопаводковая комиссия. Назначены ответственные лица среди оперативного персонала по каждому объекту. Определены составы сил и средств для выполнения этих мероприятий. Провели комиссионные обследования объектов инженерной защиты. И комиссия пришла к выводу, что объекты инженерной защиты готовы в основном к пропуску весеннего упаводка 2016 года. Одни и те же дома из года в год попадают в зону потопления. Но многие жители отказываются от эвакуации. Страх за свое имущество становится сильнее страха за собственную жизнь. Бесстрашием, граничащим с глупостью отличились местные рыбаки. В погоне за крупной рыбой они рискуют самым дорогим. В минувшие выходные под лед провалились два человека. К счастью, их удалось спасти. Толщину льда можно определить визуально. Прочность льда. Голубой лед, он самый прочный. Прочность белого льда в два раза ниже, чем голубой. Серый лед, зеленый, он смертельно опасен. На него выходить не рекомендуется. Безопасным толщина льда считается для нахождения на льду. Как правило, спасатели считают 10 сантиметров. Но рыболовы этим постулатно пренебрегают. Если все-таки вы пренебрегли правилами и оказались подо льдом, главное не паниковать. Необходимо издать громкий крик, чтобы кто-то на берегу вас услышал. В то же время можно попробовать выбраться самому. В первую очередь нужно попытаться снять верхнюю одежду. И затем раскинуть руки. Выбираться из воды на лед нужно спиной, ногами выталкивая свое тело. Многие пострадавшие совершают большую ошибку. Цепляются за лед руками и ломают края. Промоина от этого расширяется. И выбраться из нее становится все сложнее. Но самый верный способ спастись – отложить зимнюю рубалку до следующего сезона. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.